Экскурсию для заместителя председателя правительства провёл директор музея Пётр Хрисанов. Гости показали все экспозиции. Ольгу Голодец особенно заинтересовали виртуальные выставки и выставка для практически слепых людей. За время подготовки к играм музей по краевой целевой программе закупил оборудование на 56 миллионов рублей. Кстати, всё это теперь постолимпийское наследие, пояснила вице-премьеру, вице-губернатор, края Галина Золина. Голодец проверила и то, как работают лифты для людей с инвалидностью. «Замечательно, так должно быть везде. Это хороший прикол для всех музеев, для всех учреждений. Мы сегодня фактически отдаём дань всем людям с ограниченными возможностями, с особенностями физического развития, для того, чтобы они были включены в нормальную человеческую жизнь, чтобы они могли приходить в музеи, в театры, в кинотеатры». К слову, сейчас Сочинский музей переживает небывалый наплыв посетителей. Если в разгар курортного сезона сюда приходило порядка 100 посетителей в сутки, то во время Олимпийских игр здесь принимали по 700 экскурсантов в день.